МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости на восьмом. Это значит, в ближайшие полчаса все о главных событиях из жизни Владивостока. Меня зовут Максим Дудников. И вот что произошло в нашем городе к этому часу. Крылатые ракеты по противнику. Масштабные учения Тихоокеанского флота проходят в рамках большого сбор-похода Приморской флотирии разнородных сил. В ногу со временем. Самое передовое оборудование для лечения рака проходит в настройку в онкодиспансере Приморья. Первые пациенты попадут под излучение гамма-ножа уже в сентябре. Данные ускорители более эффективны. Они гетогенерирующие излучение. То есть они меньше представляют радиационную опасность для населения. 120-летие Владивостокской епархии отмечают в Приморье. В эти дни кипит работа на стройке самого большого собора края. О ходе строительства храма расскажу я, Катерина Матвеева. Также выпуски. Авиакомпания «Аврора» увеличила частоту регулярных полетов из Владивостока в Токио. И еще расскажем. Лидер группы «Мумитроль» Илья Лагутенко объявила о старте очередного издательского проекта «Книги фанатских историй». Но об этом немного позже. А сейчас о главном. Правительство обнулило налоговую ставку туристическим организациям на Дальнем Востоке до конца 2022 года. Соответствующее постановление подписал председатель правительства России Дмитрий Медведев. В течение ближайших пяти лет организации, которые занимаются туристко-рекреационной деятельностью на Дальнем Востоке, в частности в Приморье, могут применять налоговую ставку 0%. Как сообщила пресс-служба Минвостокразвития, в перечень вошли 13 видов туристко-рекреационной деятельности для применения обнуленной ставки. В том числе нулевая ставка может применяться для деятельности гостиниц и прочих мест для временного и краткосрочного проживания. А также для деятельности ресторанов и услуг по доставке продуктов питания. По предоставлению туристических, информационных и экскурсионных услуг, деятельности санаторно-курортных организаций, музеев, ботанических садов, зоопарков, государственных природных заповедников и национальных парков. А также для деятельности пляжей. Применять льготу организации смогут уже с этого года. Обозначенный в постановлении налоговый период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022. Туризм – это одна из самых перспективных отраслей Приморья. Интерес российских и зарубежных гостей к региону с каждым годом растет. В прошлом году край посетило более 4 миллионов человек. Власть региона ставит задачу довести турпоток до 8 миллионов человек в год. И здесь ключевую роль будет играть развитие туристской инфраструктуры. Тем временем авиакомпания «Аврора» с июня по 21 октября текущего года увеличила частоту регулярных полетов из Владивостока в Токио в связи с повышенным спросом на авиаперевозки по этому маршруту в летний период. Рейсы из Владивостока в Токио теперь выполняются 4 раза в неделю. По понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Стоимость авиабилета от 9,5 тысяч рублей в одну сторону. А еще из Владивостока запущен новый регулярный рейс в южнокорейский город Муан, сообщили в пресс-службе аэропорта. Полеты по новому направлению начала выполнять авиакомпания «Якутия» с частотой один раз в неделю по средам. На маршруте задействовано воздушное судно «Сухой Суперджет». С открытием нового маршрута жители и гости Владивостока смогут добраться в южнокорейский город Муан прямым рейсом за два часа. Отметим, что южнокорейское направление является одним из самых популярных среди международных направлений аэропорта Владивосток. За пять месяцев текущего года пассажиропоток на южнокорейском направлении увеличился в полтора раза. Кстати, Владивосток оказался на втором месте рейтинга городов, в которых жители чаще всего летают за рубеж. Жители приморской столицы по частоте полетов за границу лишь немного уступают Москве. Интернет-сервис для путешественников проанализировал статистику продаж более 1 миллиона авиабилетов с вылетом из российских городов за границу за последние три года. Лидером стала Москва. Отсюда за пределы России отправились 39% горожан. На втором месте Владивосток с показателем 37%. Тройку лидеров закрывают Новосибирск и Екатеринбург. У них по 32%. К другим темам. Ракетные катера Тихоокеанского флота провели групповую стрельбу крылатыми ракетами «Москит» по морской цели. К слову, эти учения проходят одновременно в двух морях – Охотском и Японском – в рамках большого сборпохода Приморской флотирии разнородных сил. В них задействовано около 50 кораблей и судов обеспечения флота, а также вертолеты и самолеты морской авиации. В море действует сразу несколько корабельных ударных групп. Перед каждой стоит своя задача. Подробнее в нашем следующем сюжете. Минуты до старта крылатой ракеты от самолета разведки получены координаты эсминца противника. Штурман ракетного катера рассчитал курс и пеленг на цель. И вот уже нажата красная кнопка. «Москит» называется эта крылатая ракета. Она не только жалит беспощадно, но и прихлопнуть такого комара практически невозможно. Средства противовоздушной обороны противника бессильны. Летит 780 метров в секунду, это целый 2,5 маха. После того, как она вышла из контейнера, она делает сложные углы после стартового разворота. И при подлете к цели она делает также поперечные развороты, что не дает противнику предугадать ее действия и, собственно, сбить. Для Данила это уже вторая стрельба. На Тихоокеанский флот после института пришел полтора года назад. Но молодому командиру ракетно-артиллерийской боевой части уже доверяют самые сложные задачи. Этот удар наносили два катера одновременно. А чтобы самим не попасть под обстрел, ставили ложные цели средствами радиоэлектронной борьбы. Имитировали нахождение в районе порядка 8 целей, когда фактически в районе находилось только две цели, это ракетно-катерная ударная группа. И на фоне этих 8 целей выполняли ракетную стрельбу. 120 километров от ракетно-катерной ударной группы до плавающей мишени. Меньше трех минут полета «Москита» и цель уничтожена. Эти учения ТОВ проходят одновременно в двух морях – Охотском и Японском. В них участвует около 50 кораблей и судов обеспечения флота. Артиллерия бьет по берегу и морским мишеням. Задействованы в основном малые противолодочные и ракетные корабли. Те, что охраняют базы Тихоокеанского флота от удара противника. Олег Завьялов, Дмитрий Беломеснов. Новости на восьмом. Тем временем самое передовое оборудование для лечения рака появилось в онкодиспансере «Приморья». Специалисты из Германии смонтировали сверхточный и эффективный аппарат для лечения рака в лечебно-диагностическом корпусе нового здания. Стоит аппарат почти 400 миллионов рублей. Его настройка продолжается. Линейный ускоритель дистанционного облучения будут использовать в Крае впервые. Подробности в сюжете моего коллеги Дмитрия Беломесного. 15-тонный линейный ускоритель и второй аналогичный аппарат – уникальная техника для «Приморья». Они излучают 20 мегаэлектрон-вольт. Несмотря на сверхмощность, ускоритель относят к неагрессивному методу лечения рака. Он бьет исключительно в мишень. Данные ускорители более эффективны. Они гетогенерирующие излучения. То есть они меньше представляют радиационную опасность для населения. И, кроме того, более точно могут подвести дозу к опухоли. То есть радиацию к опухолевым новообразованиям. Соответственно, здоровые ткани пациента меньше пострадают. Эти сверхточные аппараты смогут выжигать опухоли диаметром в 1 мм. Раньше жители «Приморья» могли получить такое современное лечение только за границей – в Японии или Корее. Очередь формироваться не будет. На эти же аппараты пойдут те же пациенты, которые сейчас в плановом порядке проходят лечение в нашем диспансере. С запуском этих аппаратов часть пациентов останется на аппаратах на терротроне и на рокусе. А часть пациентов будет перенаправлена сюда. Но там уже в зависимости от показаний. Кому что более эффективно. Кроме ускорителей дистанционного облучения, в диагностическом крыле работают томографы. Новое оборудование позволит принимать до 3000 пациентов ежегодно. Первые из них смогут пройти лечение с помощью высоких технологий уже в сентябре. Дмитрий Беломеснов, Евгений Опарин. Новости на Восьмом. Всероссийская акция по борьбе с ВИЧ-инфекцией стартовала в Приморском крае. В эти дни в Приморье проводят бесплатные анонимные экспресс-тестирования. Они проходят во Владивостоке, Артеме, Уссурийске и Находке. Сообщается, что в первый день акции во Владивостоке и Артеме бесплатное экспресс-исследование уже прошли 270 человек. Кстати, участие в акции принял и мой коллега Евгений Черемухин. Все подробности узнаем из его сюжета. Люди непринужденно прогуливаются, по большей части отводя взгляд от парней и девушек, зазывающих на тест, результат которого для кого-то может стать приговором. Акция не является какой-то независимой инициативой здравоохранителей, а проходит в рамках Всероссийского автопробега, который затронул больше 30 регионов страны. Две недели назад экспедиция «Антиспид» стартовала из Петропавловска-Камчатского. Накануне их можно было увидеть у спортивной набережной Владивостока. С утра до вечера волонтеры зазывали людей. Неугасимый оптимизм волонтеров все-таки идет вразрез с реакцией людей. Некоторые даже не выслушивают, а сразу отшатываются от молодых парней и девчонок, у которых на футболках виднеется страшная надпись. Похоже, даже знания о недуге для нашего общества сегодня все еще табу и ассоциируются с чем-то неприличным. За 5-6 часов количество желающих провериться составило немногим больше 20 человек. Что вдвойне странно, процедура очень простая. Мы берем слюну, получается, и в течение 10 минут выдаем результат. В течение 10 минут? Да, в течение 10 минут. За такой короткий срок и такой простой процедурой, говорят специалисты Центра по борьбе со СПИДом, действительно можно определить, есть ли у человека ВИЧ-инфекция на данный момент. Но не со стопроцентной точностью. Да, это предварительный результат. Вы же понимаете, 98-99%. Все равно остается процент ошибок. А два, это тот факт, что самым надежным средством все еще остается анализ крови в Центре по борьбе со СПИД. Ну а пока съемочная группа изучала место экспресс-теста на ВИЧ, несколько человек уже успели его пройти. Максим, к примеру, проходил мимо и узнал о ВИЧ-исследовании случайно. Здравствуйте, а вы не хотите принять участие в акции по борьбе со СПИДом? Вы можете за 10 минут узнать, есть ли у вас ВИЧ или нет. Вот молодой человек вам все расскажет. Хорошо. В итоге и он оказался в немногочисленных рядах тех, кто согласен с тем, что знание – сила, а предупрежден – значит вооружен. Через 10 минут он дождался своих результатов и зашел в кабину автомобиля для приватного разговора, ведь тест анонимный. Я здоров. Тот факт, что этот молодой человек здоров, все же меркнет на фоне неутешительной статистики по Дальнему Востоку. Недавно регион стал лидером по заболеваемости и числу вновь выявленных больных ВИЧ-инфекцией. В числе самых неблагополучных территорий находится и Приморье. И это еще одна причина внимательно отнести их к своему здоровью. Евгений Черемухин, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом. Энергетики продолжают вести ремонтные работы на магистральных трубопроводах после окончания трех этапов гидравлических испытаний во Владивостоке. До 25 июня продлены ремонтные работы на участках, не прошедших второй этап гидравлических испытаний. Так, горячее водоснабжение будет отсутствовать у части жителей, получающих тепло от Владивостокской ТЭЦ номер один. В основном это дома, расположенные на территории полуострова Шкота, а также в районе таких улиц, как Верхнепортовая, Крыгина, Станюковича, Бестужева, Стрельникова, Саратовская и ряда других. Напомним, 14 июня начался четвертый заключительный этап в весенне-летних гидравлических испытании. До 21 июня горячая вода отсутствует у части жителей Советского и Первореченского районов. Сейчас уйдем на короткую рекламу, после которой. Выпускники школ сдали ЕГЭ по физике и литературе. Стартап выпускников ДВФУ был засчитан в качестве итоговой квалификационной работы. Илья Логутенко объявил о старте очередного издательского проекта «Книги фанатских историй». Травмы и ушибы всегда возникают внезапно. Они резко меняют наши планы. Травмпункт медицинского центра «САНОС» – это то, что вы искали. Оказание экстренной помощи без очередей и записи при любых видах травм. Современный цифровой рентген поможет выявить даже сложные диагностируемые повреждения. Травмпункт медицинского центра «САНОС». Мы заботимся о вашем здоровье. В студии Максим Дудников и мы продолжаем. Выпускники школ стали ЕГЭ по физике и литературе. Стартап выпускников ДВФУ был засчитан в качестве итоговой квалификационной работы. Илья Логутенко объявил о старте очередного издательского проекта «Книги фанатских историй». 20 июня выпускники по всей стране сдали ЕГЭ по физике и литературе. Это не самые массовые предметы, хотя число тех, кто их выбирает, в последние годы только растет. Так, во Владивостоке физику в этом году пожелали сдавать 737 11-классников, а это 29% всех городских выпускников. Тем временем стали известны первые итоги ЕГЭ-2018 по географии, информатике и математике базового уровня. Географию и математику школьники по всей стране сдали лучше, чем в прошлом году, а вот информатику чуть хуже. В Приморье по итогам первых экзаменов 5 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов. Трое из них заканчивают учебные заведения Владивостока. Кстати, в этот же день, 20 июня, вузы начали принимать документы от абитуриентов. Университеты получили в этом году 390 тысяч бюджетных мест для выпускников школ на бакалавриате и специалитете. Как отмечают аналитики, большая часть поступающих нацелены на 10-20 ведущих университетов страны. Конкурс там будет огромный, а средний балл от 85-90 и выше. Тем временем стартап выпускников Дальневосточного федерального университета был засчитан в качестве итоговой квалификационной работы. Студенты школы естественных наук Даниил Сербинович и Аркадий Березкин представили членам экзаменационной комиссии результаты работы над проектом по разработке бионического протеза нижней конечности, который получил инвестиции от фонда содействия «Инновация». К слову, студенты ДВФУ разрабатывают новый протез ступни уже полтора года. За это время проект получил высокую оценку экспертов и победил на различных международных конкурсах. Сейчас рабочий прототип стопы, который выдерживает человеческий вес и двигается по команде, а также имеет собственное программное обеспечение для снятия телеметрии с датчиков на ноге здорового человека. Нейронная сеть может предсказывать правильное движение стопы и помогает достичь естественного движения протеза. Следующим шагом станет создание тестового прототипа. Отметим, что ДВФУ – первый в России вуз, где с прошлого года практикуется защита дипломов в виде стартапов. Запуская собственные успешные бизнесы, выпускники подтверждают высокую квалификацию, приобретенную за годы обучения в университете. В первую во Владивостоке школу, где слабовидящие и незрячие люди учатся пространственной ориентации, с просьбой рассказать о способах общения и правилах сопровождения слепых и слабовидящих горожан, обратились сотрудники соцслужбы Приморского края. В школе «Белая трость» подготовили спецкурс для зрячих. Знакомство с миром слепых людей не только учит, как правильно помогать инвалидам по зрению, но и открывает новые возможности общения. Подробности в материале Анны Бережной. Если есть трость, я могу дополнительно ориентироваться. Чувствую, что столик. Что-то есть, какой-то предмет, что-то мешает. Ориентироваться и чувствовать себя в городе более комфортно слепым и слабовидящим жителям Владивостока и на Вербицкое помогает без малого год. С проблемами и трудностями незрячих горожан она столкнулась несколько лет назад, когда сама потеряла зрение. Передвигаться по улице без чьей-либо помощи Инна не могла, а правилам обращения со специальной тростью в городе нигде не учили. Помогать себе и другим пришлось самостоятельно. Так во Владивостоке появилась первая школа, где слабовидящие и незрячие люди учатся пространственной ориентации. Можно сказать, что будет промежуток сантиметров 15, например, 20-25. Эти ориентиры помогают слепому сориентироваться, как ему надо правильно шагать. Недавно за помощью в школу «Белая трость» обратились сотрудники социальной службы «Приморья». Для них Инна Вербицкая подготовила специальный курс «Знакомство с миром слепых людей». И сегодня учит их способом общения и правилам сопровождения незрячих и слабовидящих горожан. Как к ним обратиться или помочь в случае необходимости, важно знать и тем, у кого нет проблем со зрением. «Человеку, имеющему серьезные ограничения по зрению, конечно, всегда нужна помощь сопровождающих. Это может быть как просто любой прохожий, это может быть знакомый, это может быть родственник. Ну, это кто угодно может быть. И от того, как правильно это сделают, в общем-то, человек доберется до места, не будет травм. Это вообще будет помогать взаимодействию слепых людей и зрячих людей». Курс школы «Белая трость» для зрячих горожан делится на два этапа – теоретический и практический. Все правила сопровождения, нюансы общения со слабовидящими и слепыми ученики отрабатывают на мастер-классе. Сегодня школа сотрудничает с различными организациями. Помимо соцслужбы Приморского края в списке – Приморская картинная галерея и музей Арсеньева. «Я надеюсь, что, возможно, мы скоро это будем проводить и для родственников, у которых есть люди, имеющие ограничение по зрению, потому что тоже очень важно. Социально-бытовая реабилитация дома – она очень важна». Подобных планов у Инны Вербицкой немало. Помощь незрячим и слабовидящим гражданам в абсолютно разных сферах жизни требуется всегда. Однако реализовать задуманное без собственного помещения финансирование школе «Белая трость» очень сложно. Анна Бережная, Сергей Тулатиев. Новости на Восьмом. 120-летие Владивостокской епархии отмечают в эти дни в Приморском крае. Практически ко дню рождения во Владивосток были привезены купола, которые будут установлены на Спасо-Преображенский кафедральный собор. На данный момент после долгого простоя строительство собора идет в ускоренном темпе. Подробности расскажет Катерина Матвеева. Под яркими солнечными лучами купола Спасо-Преображенского кафедрального собора кажутся вылитыми из золота. Шесть куполов разного размера были привезены из Волгодонского завода. Собрали их специалисты того же завода уже во Владивостоке. Основа металлокаркас, формообразование, стеклопластик. Обшивка из нержавеющей стали. Купола уже собраны, их осталось только обшить или, как говорят профессиональные строители, облицевать. Расскажите, как происходит этот процесс? У нас непосредственно сначала начинаются все с заготовки. Изначально человек, который занимается облицовкой, он делает разметку, то есть он размечает, разбивает купол, выясняет диагональ. Это то, что необходимо, чтобы нарисовать вот этот элемент с шашкой называется. Это шаблон. Исходя из этого шаблона, мы уже изготавливаем все остальное. Один ряд 90 шашек. Их строители заготовили более тысячи штук. Однако вырезать из нержавеющей стали шаблон – это только начало. Вот так выглядит готовая шашка. Края прямоугольной конструкции загибаются определенным образом, и шашки, цепляясь одна за другую, выкладываются на стеклопластик. Облицовку главного купола планируется завершить в середине июля. Впрочем, до установки куполов еще далеко. Сегодня на стройплощадке завершено возведение основных монолитных конструкций. Кирпичная кладка выполнена на 70%. Впереди подведение инженерных сетей, отделочной работы. На этом месте будет располагаться гранитный алтарь. Он уже заказан, оплачен и его активно изготавливают. Привезут его во Владивосток и установят в храме после того, как завершатся все отделочные работы. Напомним, строительство Спасо-Преображенского кафедрального собора было возобновлено в сентябре 2017 года, после длительного простоя. Причиной остановки работ называют перебои с финансированием. И все-таки средства нашли, подрядчика сменили. Срок строительства рассчитан на 20 месяцев. Уже прошло больше 9 месяцев и результат уже виден. На территорию стройплощадки уже привезены все купола, кресты, которыми будет венчаться храм. Привезены колокола, которые будут устанавливаться в две башенные звонницы на основном храме. Продолжаются другие работы. Сегодня вы можете увидеть, что мы рассматриваем варианты остекления, то есть какие будут окна, какие двери стоят. Также уже проработано напольное покрытие храма. Отметим, что Спасо-Преображенский кафедральный собор после достройки будет самым крупным храмом в Приморском крае. Он сможет вместить до 3000 верующих. Катерина Матвеева, Алексей Заровный. Новости на Восьмом. Тем временем лидер группы «Мумитроль», почетный горожанин Владивостока Илья Логутенко объявил о старте очередного издательского проекта, а именно книги фанатских историй. Фанбук будет составлен из эссе поклонников группы, воспоминаний музыкантов и множества фотографий. На популярной платформе «Планета» Логутенко 14 июня объявил аукцион и начал сбор денег для будущей книги. Заявлена сумма в 1 миллион 200 тысяч рублей. За 4 дня около 80 участников компании пожертвовали на фанбук более 192 тысяч рублей. Уже полностью раскуплены такие лоты, как книга Ильи Логутенко и Василия Авченко «Владивосток 3000», встреча с группой «Мумитроль» в одноименном московском баре, а также пять красных толстовок – часть дизайнерской коллекции одежды, посвященной юбилею альбому «Морская». Потенциальным участникам сбора средств еще остались лоты из трех книг Ильи Логутенко «Тигрины истории», написанных в партнерстве с Русским географическим обществом. Также предлагается к покупке пригласительный билет на камерный концерт «Мумитроля» в Юрмале, джемсейшн с троллями в культовом московском баре и другие лоты. К слову, самый дорогой из них – это вечный билет на концерты группы в любой точке мира. Он оценивается в 75 тысяч рублей. Кстати, пожертвовать можно и без подарка, и даже 100 рублей. А прислать историю для фан-бука «Мумитроля» необходимо на сайт группы. Июнь во Владивостоке традиционно не балует горожан солнцем и по-настоящему летним теплом. Город обычно накрыт низкой облачностью и моросящим туманом. Солнечную погоду горожанам стоит ждать в пятницу и субботу, 22 и 23 июня, прогнозируют синоптики. Однако, затем снова ожидается туман. Господствующее направление ветра в край на данный момент – южное. А Японское море в это время забито относительно теплым туманом, который выносится на побережье и вглубь материка. Просвет на небе может появиться тогда, когда произойдет смена направления ветра с южного на западное или с северо-западное. Вероятность такого просвета начнет проявляться 21 июня со второй половины дня. А солнечным днем обещает быть пятница, 22 июня. Суббота, скорее всего, также порадует солнечными лучами. А в воскресенье направление ветра может постепенно поменяться на южное. И с начала следующей недели жители побережья снова ждет туман. Далее о спорте. Бадминтонисты из Приморья стали лучшими на международном турнире в Испании. Футбольный клуб «Луч Энергия» померился силами с южнокорейским клубом. Силачи со всего Владивостока встретятся на первенстве по тяжелой атлетике. О все подробности расскажет Максим Яковлев. Приморские бадминтонисты выиграли международный турнир «Спаниш Интернешнл». Опытный дуэт Евгения Дремина и Евгении Димовой стал сильнейшим в смешанном парном разряде. Спортсмены провели четыре матча, в каждом из которых одержали победы в двух партиях. В полуфинале приморцы обыграли французскую пару, а уже в решающей встрече Дремин и Димова смогли одержать победу над бадминтонистами из Дании. 24-22, 21-12. Стоит отметить, что это уже второй триумф Димовой и Дремина за последнее время. В марте они выиграли подобный международный турнир в Бразилии. Вдобавок, прямо сейчас приморцы борются за кубок европейских чемпионов, который проходит в Польше. Пара выступает в составе команды «Приморья», считающейся одной из самых сильных в современном бадминтоне. Футбольный клуб «Луч Энергия» провел первый контрольный матч на сборах в Южной Корее. Приморцам предстояло проверить свой обновленный состав в игре против местного клуба «Тэджон Ситизен», выступающего во втором по значимости футбольном дивизионе Кореи. Матч проходил в городе Тэджон на 40-тысячном стадионе, на котором в 2002 году проходили матчи чемпионата мира. В этой встрече были заметны три потенциальных новичка – защитник Антон Ходорев, полузащитник Ким Сун Бин и опорник Давид Захов. Однако счет приморские футболисты открыли усилиями – старичков. Александр Носов на 55-й минуте прошел по левому флангу, попал в штрафную и пробил в дальний от галкипера угол ворот. Однако хозяева всего за минуту до конца основного времени успели отыграться. В итоге международная встреча завершилась при счете 1-1. Стоит отметить, что в Корее «Луч» проведет еще три встречи и завершит сборы 2 июля. Городское первенство по тяжелой атлетике пройдет во Владивостоке. Его участниками станут юноши в возрасте до 18 лет, а также девушки младше 16. Соревнования пройдут на базе детско-юношеской спортивной школы «Богатырь». В течение двух дней – 22 и 23 июня – свои силы будут показывать десятки воспитанников различных клубов Владивостока. Чемпионат пройдет по правилам, утвержденным Федерацией тяжелой атлетики России. В личном первенстве победители определятся по сумме двоеборья. В личном зачете – по наибольшей сумме двоеборья, набранной в каждой весовой категории. У девушек же лидерами станут те, кто набрал максимальный абсолютный результат. Итоги будут подводиться как в личном зачете, так и в командном первенстве. Начало соревнований в 12.00. Максим Яковлев, новости спорта на восьмом. И напоследок еще раз коротко об основных событиях во Владивостоке. Правительство обнулило налоговую ставку туристическим организациям на Дальнем Востоке до конца 2022 года. Власть региона ставит задачу довести турпоток до 8 миллионов человек в год. Авиакомпания «Аврора» увеличила частоту регулярных полетов из Владивостока в Токио до 4 раз в неделю. Стоимость авиабилета от 9,5 тысяч рублей в одну сторону. Всероссийская акция по борьбе с ВИЧ-инфекцией стартовала в Приморье. В Крае проводятся бесплатные анонимные экспресс-тестирования. Проходят они во Владивостоке, Артеме, Уссурийске и Находке. 20 июня выпускники по всей стране стали ЕГЭ по физике и литературе. А вузы начали принимать документы от абитуриентов. Университеты страны получили в этом году 390 тысяч бюджетных мест. Для выпускников школ на бакалавриате и специалитете. Стартап выпускников Дальневосточного федерального университета был засчитан в качестве итоговой квалификационной работы. Новый для российского образования принцип защиты дипломов открывает широкие возможности в сфере технологического предпринимательства. Лидер группы «Мумитроль» Илья Логутенко объявил о старте очередного издательского проекта «Книги фанатских историй». Фан-бук будет составлен из эссе поклонников группы, воспоминаний музыкантов и множества фотографий. На популярной платформе «Планета» Логутенко объявил аукцион и начал сбор денег для будущей книги. А на сегодня это все. Есть что добавить, заходите на страницы 8 канала во всех социальных сетях или на наш официальный сайт. Там найдете все видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Самые интересные события оставляйте на официальном сайте канала или присылайте на WhatsApp. Его номер вы увидите в конце выпуска. В эти теплые месяцы представители приморской фауны обзаводятся потомством. Так вывели птенцов утки-мандаринки, облюбовавшие соленую протоку в районе станции «Океанская» в пригороде Владивостока. Сейчас два выводка пушистых молодых утят, опекаемых бдительными и заботливыми родителями, изучают водоем. А вот в Приморском сафари-парке потомство принесла косуля. На трогательные кадры, где пушистый детеныш познает мир, смотрим все вместе и без комментариев. Сразу после прогноз погоды. Меня зовут Максим Дудников. До встречи на Восьмом. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»